На сегодняшний день от махинации мошенников страдает большое количество людей. Жертвами могут быть не только люди пожилого возраста и подростки, но и люди среднего возраста. Сегодня у нас в гостях капитан полиции Екатерина Иванова. Здравствуйте, Екатерина. Доброе утро. Екатерина, расскажите, какие на сегодняшний день есть виды мошенничества, которые наиболее актуальны? На сегодняшний день самый распространенный вид мошенничества это телефонные мошенники. На сегодняшний день самый распространенный вид мошенничества это когда вам звонят и говорят, что в вашей сим-карте заканчивается срок действия. Они представляются сотрудниками Билайн, МТС, Мегафон и предлагают проехать в Москву в офис, чтобы продлить этот договор. Многие граждане отказываются и они предлагают дистанционно это все оформить и граждане соглашаются. Они просят назвать свой СНИЛС и ННН для продления этого договора. Граждане называют и на этом разговор заканчивается. Затем также звонят другие люди из этой же преступной группы и говорят, что ваши госуслуги взломаны и нужно, да, там, ну, паспортные данные, соответственно, уже всем известны и на вас пытаются оформить кредит. Соответственно, вам нужно приехать в такой-то банк, взять кредит и положить эти деньги на безопасный счет. Никакого безопасного счета не существует. Соответственно, если вы оформляете кредит, то все, вы можете забыть про эти деньги, хотя там говорят, что государство этот кредит погасит. Нет. Если вы услышали, что вам звонит какой-то сотрудник, да, представитель Билайн, Мегафон, да, начинаются какие-то там разговоры про безопасный счет, положите трубку. Если вы взяли трубку, все, вы уже на крючке, поэтому лучше этот разговор закончить. И, да, наверняка на многих, вот, да, там, в основном это пожилые люди, договора оформляли дети, то есть никакие бабушки, дедушки не ходили, не заключали договора, да, на оформление этой сим-карты. Да и вообще, если есть такая, да, там, даже если будет такая проблема, пусть это дети занимаются, внуки занимаются. Не нужно никому никогда сообщать никакие свои персональные данные, никаких СНИЛ, СНН, паспортных данных, никакое государство кредит вам не погасит. Это все мошенники. А вот как предостеречься от мошенничества, ну, в частности, пожилым людям, наверное, подростки тоже могут совершать какие-то действия? Ох, предостеречь. Знаете, наверное, мы вот, я хочу попросить помощи, да, у наших граждан, у жителей нашего города. Самое наилучшее вообще, да, это профилактика. Проводите, пожалуйста, профилактику со своими близкими родственниками. Мы живем сейчас в таком мире, да, где много суеты, каждый пытается там что-то все успеть, заработать денег, дать лучшее образование своим детям, да, но мы также забываем о наших близких, которые пожилы, которые нуждаются в общении. И, соответственно, когда им звонят на телефон, они с удовольствием разговаривают со всеми мошенниками, предоставляют им все данные. Поэтому самая лучшая борьба с такими преступлениями – это профилактические беседы. То есть нужно вот позвонили бабушке, дедушке, маме, папе, всегда заканчивать телефонный разговор, трубку с незнакомых номеров не брать, дверь незнакомым людям не открывать. Если вдруг что-то, кто-то позвонил, да, и вы взяли трубку, мне перезвонить. То есть вот должна быть вот такая профилактика. Чем больше вы будете проводить беседы со своими близкими родственниками, тем меньше мошенники получат деньги, да, или там возьмут кредиты ваши родственники. То есть нужно проводить профилактические беседы. Также еще вот по поводу, да, мошенников, какие бывают преступления. Ну, телефонных мошенников очень много. Они представляются и сотрудниками полиции, и сотрудниками следственных комитетов, и ФСБ. И они даже угрожают в процессе разговора, да, что если вы не будете выполнять вот эти требования, то тому-то, тому-то человеку будет плохо, вашему родственнику, не нужно это слушать. Ну, кладите трубку, не надо, я понимаю, что хочет сообщения, не нужно. Обычно они звонят, да, еще бывает в какое-то, ну, такое время суток, вот, например, могут позвонить ночью. Могут позвонить на домашний телефон, могут на мобильный телефон. Соответственно, ты с просоней не совсем понимаешь вообще, что происходит, и начинают, да, вот есть тоже такой вид мошенничества, говорить, что, вот, там, ваш сын, ваш внук попал, да, там, в ДТП, там, человек находится в тяжелом состоянии, срочно нужно привезти деньги или, там, перевезти куда-то. То есть человек с просоней не понимает, и он все это делает. Поэтому не нужно, нужно положить трубку, обязательно перезвонить родственникам, да, про которых они вам говорили, то есть кто попал в беду. Позвоните своей дочери, своему сыну и спросите, где они на данный момент. Если не возьмут трубку, там, если это дневное время, да, не надо бежать бегом куда-то деньги отдавать. Подождите, вам перезвонят. Может быть, кто-то занят действительно там, да, может быть, перезвоните сами через 10 минут. Не нужно никуда ничего переводить, никакие деньги. У меня прям вот крик души, наверное, к нашим жителям. Сейчас это вообще очень участились случаи, да, и если ущерб раньше, ну, там, был сотнями тысяч, то сейчас этот ущерб миллионами, это уже люди отдают миллионами. Уже даже сейчас, опять же, такой вид мошенничества, да, люди продают квартиру онлайн. То есть звонят мошенники, говорят, что нужно внести какие-то изменения в записи в кадастровый номер в игре. И все это они делают там онлайн, и люди просто остаются без жилья. Поэтому вот убедительная просьба первая – это, если вам позвонил какой-то незнакомец, неважно, кем он представился, сотрудником полиции, следователем, Сбербанк, банк, не знаю, там, какие-то мобильные системы, просто положите трубку. Второе, что хотелось бы, да, это, соответственно, чтобы близкие родственники проводили профилактические беседы. Каждый, после каждого звонка, после каждого ухода из гостей, посещений, да, всегда проводите эти беседы. Хватает ли кадров в нашем УФД, чтобы отслеживать такое количество мошенничества? Ну, конечно, мы нуждаемся в кадрах, мы всегда приглашаем на работу. И вообще это вот отдел по борьбе с мошенничествами у нас есть такое. Там сейчас тоже требуются туда и оперативные сотрудники, да, и следователи. То есть вот если есть желающие, которые хотят бороться с такими видами мошенничеств, да, и раскрывать преступления, как оперативные сотрудники, или расследовать, да, как следователи, мы всех приглашаем к нам на службу в органы внутренних дел, на должности вот следователей, дознавателей, оперуполномоченных. Ну и, соответственно, да, чтобы блюсти за общественным порядком, конечно, мы также приглашаем на должности полицейских и полицейских водителей. Какие условия труда? У нас обязательно, да, есть квалификационные требования к кандидатам. Соответственно, это должно быть образование. На должности следователей, дознавателей это высшее юридическое образование, это обязательно. На должности оперуполномоченных это не ниже среднепрофессионального образования. А на должности полицейских это должно быть полное среднее общее образование. Также должны быть гадны к службе в органах внутренних дел по состоянию здоровья, должны быть энергичны, да, по своим каким-то морально-деловым качествам. Это все у нас проходит комиссию, они все проверяются и тестирование проходит. То есть мы собираем полностью личное дело для того, чтобы кандидат был у нас готовым сотрудником. У нас очень хорошие, ну, большие отпуска, то есть если по трудовому кодексу отпуск составляет 28 календарных дней, то наш отпуск начинается от 40, соответственно, от 40 календарных дней. 40 это минимальный отпуск у нас у сотрудников. Также у нас есть дополнительный отпуск за ненормированный служебный день. Это 7 календарных дней у младшего и среднего начальствующего состава, а у руководителей он составляет 9 календарных дней. Ну и, конечно же, в зависимости от стажа службы, начиная от 10 лет выслуги у нас начинается отпуск плюс еще 5 календарных дней. 15 лет выслуги – это 10 календарных дней. 20 лет выслуги – это 15 календарных дней. То есть отпуск в общей сложности может составить порядка 70 дней. Здорово. Да, зарплата у нас от 55 тысяч до 100-120. То есть это тоже зависит от должности. Конечно, начинаем мы все с наименьшего, да, но в связи с тем, что сотрудник растет, звание повышается, выслуга повышается, соответственно, зарплата тоже повышается. Ну и, конечно же, мы ждем повышения в этом году зарплаты. Надеюсь, что зарплата наша будет чуть больше, чем сегодня. Приходите, мы всех приглашаем. По всем интересующим вопросам обращаться в УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу. Это город Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 212, дробь 2, кабинет 217. Спасибо вам большое, Екатерина. А я напоминаю, что у нас сегодня была в гостях капитан полиции Екатерина Иванова. Продолжение следует...